Продолжают пребывать в Беларуси спортивные команды, журналисты и многочисленные туристы. Их в национальном аэропорту встречает наша съемочная группа. И на связь со студией выходит Юлия Гризунд. Юлия, добрый день. Представители каких стран вы сегодня уже встретили? Здравствуйте, коллеги. Сегодня самолеты со спортсменами, болельщиками и журналистами начали приземляться еще в 4 утра. А совсем недавно мы встретили делегацию из Чехии. Она представляет собой 50 спортсменов самых разных направлений. Это каноэ, бадминтон, атлетика, аэробика и дзюдо. Но вне зависимости от количества спортивного инвентаря, таможенный контроль занимает не более 5 минут. А в медиа-центре один за одним наши коллеги получают свои аккредитации. Это ни много ни мало журналисты из полусотни стран. Сложно посчитать, сколько каналов по всей планете будут транслировать сегодняшние открытия и сами соревнования. О тонкостях в медиа-кухне за рубежом узнали из первых уст. Такие мероприятия, они без отдыха проходят обычно. Работает, да как всегда, как на Олимпийских играх примерно, тот же уровень. Ответственность примерно такая же. Следом за Чехией приземлился самолет из Москвы. Впрочем, спортсменов из России мы встречаем здесь каждый день. Готовятся основательно сразу с самолета на тренировки. Ведь времени на подготовку к соревнованиям все меньше. Напомню, за медали в разных дисциплинах будут бороться более 4 тысяч спортсменов. Мы решили спросить о том, как справляются с волнением те, у кого до старта осталось всего пару минут. Пару дней, извините. Мы здесь выступаем в команде, поэтому в команде каждый друг друга поддерживает. И один общий дух, и тем самым мы справляемся с волнением каждый день по тренировке. Сколько времени занимает в день? Ну, около часов двух. Шесть. Шесть не хочется. Два часа. Шесть и два. Шесть часов. В Беларуси уже прибыли 5800 гостей. Инфраструктура аэропорта выстроена так, чтобы путь от трапа самолета до ступенника автобуса не занимал больше, чем 20 минут. Напомню, для гостей и участников Евроигр работает специальный скоростной коридор. Поэтому мы пойдем встречать гостей следующих делегаций. Обязательно поделимся самыми яркими интервью представителям зарубежных команд в следующих выпусках новостей. Ну, а пока у меня все. Студия. Спасибо, Юлия. В национальном аэропорту гостей вторых Европейских игр встречает Юлия Гризунд.